здравствуйте в эфире передачи разговор по душам с вами в студии я елена бубнова и врач психотерапевт алексей зотов здравствуйте алексей здравствуйте елена здравствуйте уважаемые телезрители о чем говорим сегодня ну заявили мы заявили тему почему молчат мужчины об этом вероятно и попробуем поговорить с одним из говорящих мужчин вы сейчас почему молчите ну вы же нашли говорить начал гореть потому что надо каким-то образом эту тему развивать это интересная тема она меня касается поскольку я мужчина ну в студии вполне себе большое количество мужчин среди моих друзей ну чё я буду говорить наверное половина на половину примерно так вот тема возникла как-то сама собой мне кажется что она интересует многих людей тем более она нас каким-то образом разделяет что ли или объединяет как мужчин и женщин вот и я могу сказать что это одна из наверно таких популярных историй популярных тем в кабинете у психотерапевта моем кабинете поэтому если вам интересно я наверно что-то скажу по этому поводу мне интересно мне это интересно еще и после нашей прошлой передачи когда был такой интересный показательный отклик на передачу страны женщины и со стороны мужчин они говорили по-разному разные подмечали в программе и как раз вот тогда мы тоже говорили да почему аудитория молчит не задает вопросы или почему в принципе молчат одни и другие то что касается кабинета психотерапевта с этим вопросом почему молчат мужчины кто приходит женщины или сами мужчины приходят и говорят вот хочу поговорить например там выяснить отношения но молчу почему молчу сам не знаю ну я вот что скажу а потом перейдем может быть к конкретике ну на вопрос почему всегда есть масса ответов мы с вами елен заглянув в сеть увидели что масса версий объяснений ну вопрос почему всегда предполагает потому что ну потому что не вернемся к обсуждению потому что сегодняшний вызвал такой да потому что мама меня плохо кормила потому что меня традиционно я воспитывался в молчащей семье и так далее я думаю что об этом ну все знают мы может быть не будем долго на этом останавливаться я хочу вам четыре истории рассказать или и и может быть нашим телезрителям конкретные истории может быть они как-то вскроют тему молчания вот первая история значит речь идет об одной из наших прошлых передач у нас была такая зрительница екатерина которая звонила нам в передачу если вы помните она говорила о своем супруге говорила о тех претензиях которые он ей высказывает и ну она сказала вот какие-то претензии он мне высказывает и дальше как-то эту тему не развила и один мой друг мужчина задается вопросом но когда мы обсуждаем эту передачу он задается вопросом он говорит слушай алексей ну если он ей высказывает претензии она ну претензии или какие-то замечания какое-то недовольство она не знает не помнит о чем он ей говорит то о чем вообще вопрос то есть она его слушает или не слушает то есть он молчит и она не может от него добиться ну каких-то вещей или он что-то говорит вот первое предположение потому что эфир возможно ограничивает само рассказывание истории екатерина как-то немножечко усекла эту историю до минимума может быть она и помнит да хорошо вторая история может быть продолжение первой у меня в кабинет появляются двое супругов сначала приходит жена и говорит что ей очень трудно стало со своим мужем потому что она не может от него добиться никаких ответов о чем-то его спрашивает он молчит не разговаривать с ней совсем ответов не дает и я прошу их в какой-то момент прийти вместе они начинают приходить вместе и когда они приходят вдвоем супруг действительно сидит и молчит ну как-то в основном говорит жена он и мне приходится делать какое-то усилие обращаться к нему ну вот чтобы этот разговор какой-то разговор инициировать где-то примерно на третьей встрече он начинает говорить вообще о том как он видит брак как он видит отношения как он видит ту проблематику которая есть ну то есть он прям говорит причем говорит развернуто говорит полноценно и что было для меня удивительно в то время пока он говорит он еще поглядывает на свою супругу и но сопровождает свои слова таким вопросом я ведь тебе говорил об этом и мне кажется что я вижу просто ошарашенную женщину которая кивает в знак согласия и понимает что он ей обо всем об этом говорил и впервые его услышала в кабинете у психотерапевта ну как то тогда и у нее потом возникло такое соображение она им поделилась говорит может быть я что-то не слышу ну вот из того что он говорит история третья в кабинете мама и сын оба на приеме сын взрослые ему уже за 20 у него какие-то трудности ну вот они пришли вдвоем и мама рассказывает о том в чем у них трудности ну по большому счету у него в чем трудности и мои попытки спросить у сына ну как то перевести разговор перехватывается мама она говорит я вам сейчас все объясню я спрашиваю парня да что беспокоит вот и на мой вопрос но ведь я спрашивал ее сына почему она отвечает она говорит ну вы знаете он да и когда я к нему обращаюсь ну повисает на какое-то время пауза то есть он как будто то ли думает он на нее поглядывает он вот что-то как будто собирается с мыслями и в какой-то момент мне кажется что вот-вот он разродится и что-то начнет говорить в это время нетерпеливо ерзает на своем стуле мама и она включается так сказать все рассказывает и когда я его спрашиваю почему она отвечает она ну это такой собирательный образ я слышал ну примерно похожие фразы например доктор мы хотим сэкономить ваше время я хочу сэкономить ваше время вот почему мы растягиваем я отвечу на большее количество ваших вопросов первое второе я лучше знаю своего сына потому что я вижу его с малых лет и может быть он что-то про себя не расскажет а я вам расскажу ну в общем вот как-то вокруг этих моментов кружится и четвертая история даже записал себе произошла буквально недавно тоже мне показалось интересной эта консультация это прием и мы общаемся с пациенткой она мне что-то о себе рассказывает и потом через некоторое время она меня спрашивает ну а когда мы начнем работать ну вот в психотерапевтическом смысле когда мы начнем работать когда вы начнете мне помогать ну как будто такой какой-то компонент такой смысл звучит в ее вопросе я для меня это вопрос немножко неожиданный но я и через некоторое время отвечаю сразу вы знаете я уже работаю ну говорю ей и я в этом уверен потому что я сопровождаю это словами ну я-то знаю когда я работаю да мне кажется каждый человек про себя знает когда он работает а когда он отдыхает ну это ни с чем не спутаешь и причем мне не другого человека о том работаешь ты ли не работаешь она всегда внешне я работаю я это знаю что я делаю я слушаю я задаю вопросы я как-то комментирую что-то но это вот моя работа психотерапевта и мое замечание кажется позволяет нам двоим обнаружить что это не та работа которую она ждет то есть эта работа проходит мимо в каком-то смысле я разговариваю в каком-то смысле все это мимо кассы как говорится да но в этот момент мы мы это обнаруживаем мужчины молчат потому что женщины сами виноваты я вот сейчас так слышу я почти предполагал что вы к этому или он можете привести я не думаю что это так я думаю что речь идет здесь о разных взглядах я вот как раз в этой истории пытался об этом сказать в разных взглядах на то разговариваем мы или не разговариваем потому что это же женщина в конце приема говорит мне ну когда время уже закончилось она уже практически двигается к выходу и она мне говорит алексей михалыч но все-таки вы может быть мне что-то скажете говорит она и я не нахожусь что сказать кроме того что я во первых понимаю что я говорил все 50 минут ну был в диалоге да то есть речь не о мужчинах а женщинах а речь о том что мы по-разному наверное с в каждой конкретной этой ситуации сейчас не хочу проводить гендерно но я специально выбрал ситуации где фигурируют мужчины включая меня самого да я выбрал истории где мужчины кажутся молчащими я бы так сказал но если прислушаться они говорят вот наверное такие истории я готов на какие-то вопросы ответить ну я в своих попытках выстроить диалог с мужчиной задаюсь вопросом как тогда освоить этот язык которым говорят мужчины через их молчание или язык эти короткие какие-то комментарии потому что если слова какие-то недосказанные то остается вот какая-то такая пустота которую приходится заполнять фантазиями что плохого фантазиях ну не знаю за себя могу сказать что фантазии иногда доводит до истерик я вот сейчас подумал истериками подразумевая эмоциональный такой выплеск какой-то и попытка раскачать партнера чтобы получить от него тоже эмоциональный отклик и какое-то подтверждение что он все еще со мной и он меня слышит он понимает что это для меня важно и я наверно вот что скажу как-то поучаствовать елена два момента первые я бы хотел сразу точку над и над и поставить не сваливать все в одну кучу я специально привел четыре истории да то есть я полагаю что это молчание оно всегда разное сколько любовь и может быть столько и молчание ну любовь и все разные только умов да да столько и молчание это во первых и разбираться наверное надо в каждой отдельной истории почему это молчание происходит и вообще я думаю что молчание как умалчивание например да это тоже часть диалога это тоже часть разговора и возможно те фантазии о которых вы говорите тоже требуется для этих отношений не знаю может быть у людей слишком все ясно и поэтому им не хватает фантазии хорошо давайте попробуем разобрать как раз причины молчания в каждой этих истории а наших телезрителей я призываю поучаствовать возможно у вас будут какие-то версии или ваши какие-то интерпретации этих историй летого молчания звоните в эфир по телефону 202 11 22 напомните первую историю вкратце ну эта история о звонке в студию в нашу в нашу передачу и звонила супруга по поводу своего мужа и по поводу вот того что она не очень одна из версий было вы сказали ваш друг предположил что она не помнит его претензий ну я думаю что нужно учитывать что друг мой мужчина то есть в этом смысле он реагирует как мужчина читай скорее всего реагирует как ее собственный супруг да то есть ее супруг мог бы задать такой же вопрос чего ты от меня хочешь сейчас услышать когда то что я тебе говорил ты не можешь повторить да или ты для тебя это незначимо или ты снова снова меня об этом спрашиваешь и я думаю что в таком смысле это скорее речь не о причинах о текущей позиции мужчина лишен языка в этот момент то есть скажу по-другому вот для того чтобы отойти от этого противопоставление мужское женское да как вы сказали женщины не уйдем от этого я думаю что мы вполне можем сделать попытку потому что нет у нас передача тем передачи гендерные мы про мужчин сегодня говорим другой раз поговорим почему молчат женщины или почему они много говорят сегодня все таки у нас про мужчин тем ну есть особое удовольствие многие вещи привязывать гендеру вот но возвращаясь ну вот молчание или умалчивание это часть такой семейный семейного разговора семейной какой-то системы я я сейчас или мне кажется что я еще один подтекст слышу в том о чем вы спрашиваете я на него реагирую я думаю я абсолютно серьезно считаю что молчание это часть разговора то есть это это и надо так воспринимать вот другой вопрос почему или в связи с чем иногда это становится традиционным разговором да то есть у некоторых людей есть традиционные разговоры но традиционно она его о чем-то спрашивает или он ее о чем-то спрашивает а есть традиционный разговор когда она его о чем-то спрашивает а он молчит и вот это становится традиции да традиции которую не сломать традиции которая незыблема традиции в которой рождаются фантазии традиции в которой нет ответов и так далее вы что-то хотите зачитать да я хотела зачитать версию из переписки вот есть такая группа в контакте «Зимняя психологическая школа», где психологи и участники этого мероприятия обсуждают разные вопросы. И вот сегодня они активно обсуждают тему нашей передачи. Одна из версий, которая высказывается. Во-первых, было очень показательно и интересно, когда закинули туда анонс. Французский психолог написал короткую фразу «Мы не молчим». Но он прав абсолютно. Тут же последовал ответ, что некоторые красноречивые, но про чувства и отношения понять бывает невозможно. И чтобы заполнить пустоту, приходится фантазировать. Это как раз то, о чем я говорила. И версия тоже. Одна из версий, почему. Возможно, зачитаю. «Возможно, дефект образовался в том, что мальчик-мужчина не научился выражать чувства, если в этом его не поддерживали. Не плачь и не бойся. Главные традиционные принципы для мальчиков. У них сформировался дефект. А девочки и женщины легче выплескивают переполняющие их эмоции. И умение понимать сдержанность не формируется». То есть женщины не сдержаны, мужчины сдержаны. Тоже от этого нехорошо. Сейчас, секунду. Ну, еще одна традиция. «Если один как-то спокоен, надо его вывести из себя криками и преувеличениями. Тогда он выйдет из себя и как будто бы больше скажет. Как минимум будет напоминать эмоционального человека». Вот возвращаясь к Екатерине. Версия, да, мы же версию высказываем, фантазируем. Пытается ли она раскачать эмоции своего мужа, когда ей кажется, что он молчит? Может быть, он молчит, потому что он не хочет поддаваться вот этой провокации? То есть он не хочет эмоционировать, терять рассудок, логику какую-то? Или, может быть, транслировать поведение, которое мужчинам не свойственно? Ну, сейчас в той самой ситуации, Елена, о которой вы говорили, мы начинаем фантазировать. Хорошо бы, конечно, если бы Екатерина с супругом, например, пришли или позвонили, и мы бы узнали, чего они хотят или чего не хотят. Вот. Я думаю, что нужно исходить из того, что даже если мы друг другу что-то говорим, даже если мы говорим друг другу на протяжении многих часов что-то, мы все равно существуем в недостатке информации, в искажении информации. Но все равно друг другу... Ну, эта данность, она для меня не печальная. Для меня она какая-то, наверное, скорее... Ну, хорошая такая данность. Мы не выворачиваемся до конца наизнанку, мы... Ну, просто мы настолько намного более богаты. Это не значит, что язык бедный, да? Это значит, что он настолько живой, что в тот момент, когда ты что-то о себе произносишь, кажется, что ты уже упустил момент, и нужно говорить что-то другое. Вот только сейчас я злился, и секунду назад я злился. Ну, как объяснить мне, своему близкому, что та злость секунду назад, и эта злость, они сильно отличаются. Если я начинаю это пытаться как-то уловить в словах, или что мои чувства какие-то другие, да, я увязаю в языке, и здесь есть какая-то вот такая вещь, где, ну, мы не успеваем положить на язык, поэтому иногда приходится молчать. Я перейду в контрнаступление. Есть ли у нас гендерные какие-то разборки? Я знаю, что там было про разборки. Там было про распаринг, да. Да, я думаю, что мы вполне можем вспомнить, что по поводу молчащих мужчин, что огромное количество произведений культуры, ну, в первую очередь, например, мировой художественной литературы, произведено говорящими мужчинами. То есть это мужчины, которые и обнаруживают чувства, ну, у своих героев, но читая у самих себя, да, это те мужчины, которые об этих чувствах пишут, это те мужчины, которые признаются в любви или в ненависти, да, которые убивают, ну, которые вот делают все. Алексей, вы далеко шагнули. Хочется приземлиться. Мужчины-то вот они рядом, и они не как литературные герои, к сожалению. Может быть, это... А может быть, к счастью. Да, может быть, это зависть некоторых людей, ну, может быть, зависть некоторых женщин, что мужчина, который находится рядом с ней, не Лев Толстой. Ну, в смысле того, о чем он говорит, да, или он не Достоевский, или он, я не знаю, не Джойс, да, и вот одну секунду не расписывает, или не просто, да, он не пишет во время их отношений. Может быть, это зависть, да, и она, общаясь с ним, встречаясь с ним, вот, думает, что хорошо было бы по-другому. Перейдем к второй истории. Перейдем, ну, здесь тоже о супругах. Я думаю, что... Ну, то есть, не думаю, я точно знаю, что есть и противоположные истории, когда супруги, когда мужчины не слышат то, что им говорят жены, ну, там, по поводу каких-то домашних вещей и так далее. Ну, получается, перекликается первая-вторая история, где жены не слышат или не понимают язык мужчин, где-то неправильно интерпретируют молчание или не слышат слова. То есть, это как будто бы встречное движение идет, но оно все время вот как-то вот мимо случается, или так, или так. Я думаю, речь идет еще и об ожиданиях относительно ответа. То есть, вот это показывает последнюю историю. Я сейчас перепрыгну, да, с моей пациенткой в кабинете. Я... Мы это выяснили, и я думаю, что это близко к тому, что происходит. Она ожидает какого-то определенного от меня ответа. Она даже сказала в какой-то момент, да, я ожидаю, что вы мне что-то посоветуете. То есть, совет — это ведь какая-то речевая конструкция, оформлена определенным образом. Как она оформлена? А может быть, вам сделать то-то и то-то, да? Или может быть, вам посмотреть на то-то и то-то. Вот все, что в такую речевую конструкцию не укладывается, например, а что вы думаете по этому поводу? Ну, это же точно не совет, да? А что вы чувствуете? А что это значит для вас? Это тоже не совет. Я думаю, что я-то в этот момент это произношу, то есть, я говорю в этот момент, да? Или я могу сказать, ну, какие-то вещи там, мне это тоже нравится, или это мне не нравится, да? Ну, я как-то живу в этот момент, я в каком-то контакте. То есть, тогда какая рекомендация нам, женщинам, все три истории увязаны на женщинах, заходить в диалог с мужчиной с меньшими ожиданиями? Не ожидать, что он сразу же на нашу какую-то историю, где мы эмоционально рассказываем о себе, о ком-то другом, мы говорим там, ой, ужас-ужас, и мужчина также с нами начнет говорить ужас-ужас. А как-то дать ему возможность быть собой и отреагировать по-своему? Ну, тогда об этом речь. Мне сейчас пришла в голову такая мысль, если вы просите рекомендации. Я думаю, что раз уж у нас сегодня так развернулось, я могу порекомендовать тем женщинам, которые хотят расшифровать своих мужчин, ну, понять. Наверное, на какое-то время стать, я подбираю слово, археологами, наверное. Нет, наверное, толкователем. Нет, детектив, у детектива есть что-то такое про выслеживание, про тайну, про секреты. Наверное, переводчиками, изучателями языка. Это, безусловно, если мы в следующий раз будем делать передачу «Почему молчат женщины», то же самое годится и для мужчин, на мой взгляд. Но делать какие-то записи. Знаете, как люди, знающие не очень хорошо английский язык, приезжают в англоговорящую страну, услышали какое-то новое словечко, записали себе в блокнотик, пришли домой, открыли словарики, ну, и как-то вот с этим словом поработали. Да, там в этом слове обычно несколько значений. Я почему-то тянул на шутки. Записываю, так, в понедельник, среду и в пятницу он молчит с 8.30 до 9.00. Во вторник и в субботу молчит гораздо раньше или гораздо позже. Он ведь молчит каким-то определенным образом. И в молчании есть свои собственные речевые конструкции. Он молчит, сдвинув брови, или он молчит, спокойно раскачиваясь в кресле, или он молчит после того, как хлопнул дверью. Ну, потрудитесь. Или он молчит после определенной истории, которую ему женщина рассказывает, или там вопрос, который она ему задает. Да. Может быть, он хочет, чтобы вы и этот его язык выучили, и если вам эти отношения ценные и дороги, ну, тогда, наверное, есть смысл учить язык молчания. Вашего личного, я не знаю, это нормально звучит, вашего личного, собственного, рядом находящегося. Может быть, собственно, сейчас по-своему услышится. Да, у мужчины, который с вами рядом, и который вам дорог. Неважно, это муж, отец, да, или сын. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Максим. Здравствуйте, Максим. С чем пожаловали, Максим? Хотел вам обратиться с пожеланием. Может быть, вы изредка слишком сильно рационализируете то, о чем говорите. Может быть, просто вопрос еще и в том, что один делится с другим, а тот не хочет, чтобы с ним делились в такой форме, потому что ее не понимает. А в какой такой форме? Ну, в какой-то вообще форме, в непонятной. То есть разговор не только по понятию, например, женщинами, раскопках мужчин, но и при учении, так сказать, мужчин раскапывать женщин в манеру, в которой они выражаются. Потому что она может их пугать, например. Вы можете поделиться у вас, какая манера пугает именно женщин? Меня никакая. Я уже этот поэтап давно проехал. Поэтому и говорю об этом. Хорошо, тогда если проехали, мне почему-то захотелось к вам представить, что пугало раньше. Или вот, не знаю, вы вышли во взрослую жизнь, не увидели, что женщины вот таким образом рассказывают свои истории, пытаются выяснять отношения. До того, как ты не понял, что женщины хотят поделиться с тобой, например, каким-то состоянием, чтобы ты просигнализировал, что ты просто разделяешь его, ну, не знаю, проблему, накал, эмоции, еще какое-либо состояние. Неважно. Просто первый сигнал, который требуется, это сигнал о том, что ты понимаешь собеседника, что ты с ним в одной теме. И готов с ним его поддержать просто. То есть этот разговор напоминает то же самое, что брошенный взгляд. Ну, предположим, так. Тогда поддержка разговора, она же тоже может быть эмоциональной, а может быть иррациональной. То есть можно сидеть и не испытывать каких-то чувств, ну, к рассказчику, не сопереживать. Для этого нужно выйти сначала на общий язык. То есть можно и поучиться тому, как поддержать для начала ту сторону, то есть, например, женскую, чтобы потом начать ее разматывать в беседе, что ее беспокоит. Ну, все это, по большому счету, с опытом приходит, получается. С опытом взаимодействия, общения. Ну, это приходит не только с опытом, еще плюс с желанием этот опыт применить. Если позволите, Елена. Максим, я хочу вас спросить тоже. Вы сказали, обратили внимание на важный, на мой взгляд, момент. Изначально вы сказали о желании. Желает ли собеседник? Да. Вот тут есть желание и есть язык. Вот сейчас с Еленой, мне кажется, вы говорили про язык. А если говорить про желание? Вот нет желания. Как с этим быть? А я думаю, что это тоже нужно просигнализировать. Это всегда повод для того, чтобы чем-то обменяться на одном уровне. Спасибо. Но в конце концов, ведь попасть в состояние, что мы из одного племени, даже если не хотим обмениваться, это, так сказать, вопрос в отладке коммуникации. Спасибо. Спасибо большое, Максим, за ваше мнение. Мне кажется, очень важно в передаче «Почему молчат мужчины?» нам позвонил мужчина и не промолчал. Да, спасибо. У меня это вызывает симпатию определенную. Спасибо, да. Для меня сейчас Максим выразил интересную мысль. Я ее так для себя услышал. Я могу сказать, что я не очень хочу, может быть, говорить, но я понимаю. И мое понимание позволяет мне разобраться и, может быть, отодвинуть этот разговор. Возможно, нам взаимно тоже стоит учиться иногда откладывать разговор, хотя иногда его не отложишь. Вот как сегодняшний шторм утренний, да, вот он налетел, эмоциональный шторм. Как его отложишь? Либо спасайся куда-нибудь, закрывая окна и двери, либо в центр куда-то забирайся. Интересная тема. К сожалению, время эфира ограничено у нас, и мы не сможем обсудить ее обширно. Поговорили рационально, да, как Максим нам по желанию высказал. Эмоционально хотелось, у меня прям кипело. Мне хотелось эмоционально отстаивать, доказывать что-то, может быть, в другой раз. Интересная ваша третья история, и она актуальна, потому что сегодня я посмотрела фильм, где было что-то похожее. Мой сын иногда что-то вот говорит об этом, поэтому предлагаю в одной из передач также вернуться, почему молчат сыновья рядом со своими матерями. Давайте вернемся. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Что-то есть у вас в заключении сказать? Я хочу сказать, что я рад, что мы снова в эфире. Пожелать всем, кто нас смотрит, здоровья, успехов. Присоединяйтесь к нам снова. Все, увидимся через неделю. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...